После покушения на Лукина, Гера требует от Анатолия 50 тысяч долларов в обмен на молчание. В больнице Лукин приходит в сознание. Он просит медсестру связаться с Митей. Лукин уверен, что наезд на него не случайность, а попытка убийства. Он поручает Мите и Тане выяснить, кому принадлежит синий ландкрузер. Встретившись с Соболем, Матвей предлагает изменить финансовую стратегию фирмы. Обдумывая варианты выхода из кризиса, оба приходят к выводу, что документы, собранные Лукиным, могут остановить Шматова. Лукин! Лукин, вы меня слышите? Кто это? Лукин! Тише, тише, пожалуйста, у вас там охрана у дверей. Татьяна. А мне помните? Я уж так помню уже. Уже девушка Митя. Девушка Митя. Митя не смог к вам прийти сам, потому что там у дверей у вас стоят милиционеры. Понимаете? Все-таки вы сейчас... Скажите, что мы можем для вас сделать? А что вы можете теперь сделать? Ну... Апельсины перенесли? Апельсины? Ага. Нет. Ну, мы сразу приехали, как только узнали, что вы здесь. Правильно. Ненавижу апельсины. Ну, я шучу. Татьяна, вы такая серьезная. Скажите, что с папкой? Папку Митя отдал Соболю на хранение. Слава Богу. Пьедайте Митю, чтобы он кассету и папку хранил как можно дальше от себя. Я думаю, что после меня они за него возьмутся. Кто? Они? Подождите. Так это с вами произошло не случайно? Я думаю, меня хотели убить. Как раз из-за этой папки. Ну, кто? Кто? Люди со мной сбили меня машиной. Вы поуспели разглядеть водителя? А? А водителя разглядели, нет? А номер машины запомнили? Нет, я запомнил самого машину. Скажите нам, что это была за машина. Мы скажем, милиция. Милиция не будет искать. Им это не надо. Тогда мы сами попытаемся ее найти. Ну, что это была за машина? Сами. Ну? Сами, сами. Сами, все сами. Только без... Без всякой самодеятельности я вас очень прошу. Хорошо. Это были ленд-краузеры. А, я думаю, синий он такого цвета. Господи. Милиция искать не будет. Да, 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 да. Вы поправляйтесь. Мы обязательно сделаем все, что сможем. Спите. Знаете, я рад любому союзнику. Спасибо. За доверие спасибо. Ну что, тогда я предлагаю следующий план. Мы с вами отправляемся к Шматову. Знакомим его с содержимым папки. И обещаем не публиковать его. Взамен. Взамен мы требуем умерить аппетит и успокоить сынка. Давайте попробуем. Но как мне быть с бизнесом в таком состоянии, что мне его не удержать, даже если Шматов успокоится? Значит, мы попросим Шматова помочь нам. Шматова? Шматова? Угу. Не согласится, отправим папку в милицию. А к ней добавим документы по нашим с ним делам с семилетней давности. Но в них участвуйте и вы. Павел Андреевич, не жирай похож на безумца. Моей фамилии там не будет. Ну, ты знаешь, мне кажется, она мала держаться вместе, тогда мы бабки получим. И отвертимся от Шматова. А ты меня не кинешь? Дурачок. Я люблю тебя. Ладно. Выкрутимся как-нибудь. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ну что, давай скорее. Ну что, видела? Ну, видела. Как он? Выглядит не очень. Ну, знаешь, как бы разговаривать может, просто очень слабый. Я же не настоящий доктор. Ну, понятно. Ну, что он сказал? Сказал? Он сказал, что его специально сбила машина. И, скорее всего, из одной папки. Что нам без него сделать, сказал? Сказал. Он сказал, что нужно спрятать эту папку и не высовываться. Подожди. То есть нам нужно сидеть, сложа руки, что ли? Не сложа руки. Можно поискать машину, которая его сбила? А что он ее запомнил? Такую забудешь. Лендкрузер темно-синего цвета. Ничего не напоминает? Кира. Пойдем, подожди. Подожди, подожди. Пойдем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Давай, ешь, ешь и слушай. Как Васька? Кто? Ну, который слушает, да ест. Ну да, вроде того. Ну валяй. Вон, слушай. Мы с Таней были в больнице у Лукина. Мы покалечили, конечно, его сильно, но он, слава богу, живой остался. Ну-ну-ну. Мужик, он сильный, я думаю, выкарабкается. Бог даст. Это значит, что они наверняка... Еще разок попробуют его убрать. Это к гадалке не ходил. Подожди, он хоть под охраной? Под охраной? Под охраной. Ну, ты понимаешь, что эту охрану поставил Санай. Ну, естественно. Ну, так вот. Главное, что удалось выяснить, то, что Лукин, он запомнил ту машину, которая его сбила. Ну-ну-ну. Представляешь? Оказается, это машина Геры. Ух, аниме, почему? Ну, Кейс, соображай. Ну? Ну, Таня пытался, пытался его как-то найти, ну, как сквозь землю. Ну, понятно, на дно залег. А куда ему еще деваться? Но! Таня знает, где Гера оставляет свою машину. Ну, если он не сдал ее, конечно, сервис, то можно. Ну-ну-ну-ну, расклад понятный. Можно проверить. Может, поможешь? Легко. Спасибо тебе, хозяин. Давай ешь, Васька. Смочно готовишь. Ха-ха-ха! Да, все, я вас записала. Завтра в 12, мы вас ждем. Все, всего доброго, спасибо. Так, Линда, когда я тебе сказала заказать лампы? Вчера. Вчера? Ира! Ира, ну, ей-богу, что вы как слон в пособной лавке? Извините, пожалуйста, я... Поставьте стерилизатор на место. Ой. Простите, извините, пожалуйста, я... Что это? Где? Я имею в виду вашу юбку. А что с ней? Да нет, с ней ничего. Только вот с некоторыми нашими клиентками может случиться шок. Потому что они мало знакомы с продукцией Рюпинского дома моделей. Я прошу вас одеваться соответственно уровню нашего салона. До свидания, девочки. Ну, да не слушай ты ее. Фу. Тоже мне крали высказку. Ты все, собралась? Пойдем. Куда? Пойдем. Ты сумку взяла? Ну, так. Пойдем в кафе, выпьем кофе, развеемся. Пойдем, 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 пойдем. Брось все, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Ну, что на этот раз не так? Чем вы недовольны? Я просил тебя оказать мне услугу. Я просил решить проблему с Лукиным. Ты это сделал? А что, по-вашему, я должен дать вам фотографию с места происшествия и заключения по Талганатому? А у меня другая информация. Ну, только не говорите мне, что он жив. Этого не может быть. Очень даже может. Ну, я сам видел, как его три раза перевернуло. После такого не выживают. Только что из больницы Толя. Он в реанимации. Шансов выжить у него мало, но они есть. Он может выжить, понимаешь? Ну, выжить и заговорить. Что вы хотите, чтобы я пробрался в палату и добил его, что ли, да? Нет. Ну, вы найдете папку. Это для нас сейчас самое главное. Ну, со своей стороны я могу дать наводку, где она может находиться. Где? У Гущина. Сто процентов, что она там. У Гущина. Он обещал не вмешиваться в наши дела. Ну, что поверь ему на слово. Герочка, скажи мне, а ты доверяешь Анатолию? Ну, конечно, нет. Ну, Толя такой жук. Мне вообще всего можно ожидать. Знаешь, по-моему, тогда надо подстраховаться. Надо. А как? Берешь и пишешь все, что знаешь о Шаматове. Куда? На бумажку, Герочка. Ручечкой. Пишешь заявление в милицию. О том, что я такой-то и такой-то имею вам сообщить то-то и то-то. Прикольно. Прикольно. А что нам это даст? Верка, у тебя страхом мозги все вытекли, да? Я бы на тебя посмотрел, если ты в моей шкуре повыла. Ты пишешь это заявление и говоришь Шаматову о том, что упаси Боже, с тобой что-то случается. Это заявление тут же попадает в милицию. А сам отдаешь его мне. Тебе? Нет. А ты не боишься? А мне-то чего бояться. Он же не знает, что мы с тобой вместе. Какая неосторожность, а? Я бы даже сказал беспечность. Я бы даже прокомментировал глупость. Как тебя там Митяй называет? Герыч? Ты не Герыч, ты лохач. Ты же не знал, что Кири хакер. Ты же ведь только поддаваться умеешь, в белом пиджаке ходить, да? Урод. Ну, держись. Так себя подставить, это только лохи могут. Вот. Нет, я не представляю. Я не представляю, если это Гера. Как он мог на такое решить? Ну, подожди ты, это пока только версия. Господи. Мить, мне хочется, чтобы это был не он. Мне тоже, Таня. Хочется, чтобы это был не он. Господи. Потому что он был моим другом, пойми. Как я могла жить с таким человеком? Кири сейчас проверит его машину. Если все сойдется, только тогда мы будем переживать. А пока, пока забудь об этом. Ты со мной, Таня. Да, я с тобой. Мама пришла. Привет, мама. Здравствуйте. Привет, Алексей Васильевич. Здравствуйте, Таня. Митя, Лиза в Москве. Да не обращай ты на нее внимания. Неужели ты не понимаешь, почему она к тебе придирается? Потому что я ничего не умею, да? Да ерунда. Она просто тебе завидует. Она мне завидует? Да, конечно. Ну, как она, как она может мне завидовать? А вон, какая красавица-растрасавица. Ну, такая вся себя стильная такая. А ты молодая и свежая? Как думаешь, что лучше? Я не знаю. Мне кажется, что я все равно по сравнению с ней такая... Какая? Тетеря. Вот что я скажу тебе, подруга. А что вам так далась эта папка? Там на вас компромат? Много нагрешили, товарищ полковник? Это тебя не касается. Ради бога, папка это ваше личное дело. Нет, это наши проблемы. Да? Ну, а там есть кое-что и о тебе дуно. Например? Ну, например, материалы по первому делу Гущина. Ну, знаете, это дело прошлое, да историческое. Кому это теперь интересно? Есть кое-что и посвежее. Насчет Соболя-то. Угадал. Дело Шматова против Соболя со всеми подробностями. Представляешь, если Соболь это прочитает? Соболь этого не прочитает ни в коем случае. Мне бы тоже этого не хотелось. Ну, в общем, знаете, есть еще одна проблема, Алексей Иванович, она не такая серьезная, но на нее следует обратить внимание. Ну, выкладывай. Гера. Что Гера? Что Гера испугался, перетрусил, требует денег, гад. Прямо требует? Ну, да, иначе, говорит, пойду сдаваться, сдам всех, всех, всех. Всех это тебя? Он очень много знает. Много. Дай ему денег. Оля, сейчас самое главное, это папка. не жадничай. Дай ему денег. Проблемы с ним проще решить деньгами. Ты меня понял? Сделай так, все. Мне пора, не провожай меня. Да, это понятно. А еще лучше без денег. Магда! Где она там? А еще лучше без денег. Да. А еще лучше. Да. Ты толстая? Нет. У тебя глаза косят? Тоже нет. У тебя уши торчком стоят? Тоже ведь нет. Все на месте, все при тебе, но кое-чего не хватает. Чего? Не хватает одной маленькой детальки. Какой? Ну такой маленькой. Драйву. Куража не хватает, чтобы вот так войти в помещение, и все мужики у твоих ног. И больше никого не существует. Нет, плоски, тряпки, это тоже все хорошо. Не надо от этого отказываться, они должны быть хорошими. Но самое главное, кураж, драйв. Надо чувствовать себя самой-самой распрекрасной девицей на свете, понимаешь? Угу. Ну, а как? Господи, ну ты же в театральном училась, должна все это уметь. Давай-давай, расправь плечи, выпрями спинку, зажги огонек в глазах. Ну давай, вперед. Так? Ну, что? Один уже на тебя смотрит. Где? Там. Какой-то. Ага, очень хорошо. Дату и подпись. Отлично. Подожди, да я хоть прочитаю, что это написал. Ты тоже мне писатель, зачем тебе перечитывать? Ну все, теперь Анатолий у нас на крючке. Так ты учти, что там и на меня тоже компромат. Я в курсе. Не волнуйся, я по счету помогу в дело только, когда в этом будет истинная необходимость. Я тебя не подведу, милая. Сеньки, мой френд, все меня бросили, только ты осталась. Звони Анатолию. Лиза в Москве? А откуда ты знаешь? Я сегодня с ней встречалась. Встречалась? Ну да, так получилось, она захотела. А почему ты? Она что, не хочет меня видеть? Ну, Митя, ну при чём здесь? Хочешь, не хочет? Вам нужно с ней встретиться, у вас столько нерешённых вопросов. Пожалуйста, хорошо? Да. Мам, а она сказала, где её найти? Субтитры создавал DimaTorzok Роман Викторович, к вам посетители. Кто? Павел Андреевич Соболь и... Соболь? Любопытно. Ну давай зови, пусть заходят. Давно жду вас, господин Соболь. Ну что ж, а мы как-то без предупреждения. Что, решили сюрприз меня устроить? Напрасно. Я ведь знал, что вы ко мне придёте. Поскольку положение вашей фирмы таково, что... Да нет, Роман Викторович, положение дела господина Соболя вполне нормально. Так что вам придётся прекратить атаку. И отказаться от ваших притязаний на его фирму. Господин Соболя это кто? Ваш консультант по кризисным ситуациям, да? Ну, в общем, можно и так сказать. Можно и по-другому. Неужели не признали? Ну, почему ты признал? Самсонов Матвей Николаевич. Абсолютно верно. Прошу. Хорошенько, да? Давай-давай, тебе. Спасибо. Спасибо. Ну, вот и медлишь. А что? Звоню уже. Сейчас я позвоню, подожди немножко. Ну, звони. Сказал, что сейчас позвоню. Давай я позвоню. Поесть нормально. Звони давай. Алло. Чего тебе? Когда будут деньги? Сегодня. Когда сегодня? Вечером. Ну, хорошо. А где? Подъезжай к моему гаражу. Угу. Ну, во сколько конкретно? Часика в семь. Все, договорились. Значит, у своего гаража в семь часов. Я буду. Не сомневаюсь. Отлично. Я еду с тобой. Да. Я еду с тобой. два. Два. Заявить об угоне. И тупо отмазаться. Правильно? Два. Ну, так что ты все-таки сделал, Кири? Ох. Я сделал так, что этот номерной агрегат вообще больше никуда не поедет. Будет на месте стоять, как кремлевская стена. Да. Я ему провода нахрен себе повыдергивал. Да ты что, правда что? А-а-а. Молодец. Здорово придумал. Ну, так. Это получается теперь, эта машина, вещественное доказательство, которое никуда не спрячешь? Ну, я тебя об этом и толкую. Ну, молодец. Ну, я возьму апельсинчик. Давай. Итак, что мы имеем? Если машина стоит около подъезда Геры, значит Гера дома? Ну. Ну, скорее всего. А ты хочешь наведаться к ублюдку? Зачем? Теперь мы поступим умнее. Мы сообщим милиции, где находится виновник наезда на Лукина. Подожди. Пока мы не посадили Санаева, тебе там вообще лучше не появляться и не светиться, и вообще. Ни слуху, ни духу. А зачем мне появляться? Я и не собираюсь появляться. Я просто сделаю звоночек из телефона автомата анонимно. Ну, слушай, это идея. И все-таки спасибо тебе, Кири, и за меня, и за Лукина. Ты молодец. Ты издеваешься сейчас, что ли? Это я у вас в доложниках буду ходить еще годами. Только что забудь. Ладно, пойду я. Давай. Давай. Давай, только будь поосторожней. Ты знаешь, ты сюда пока не наведывайся, потому что если Лукина вычислили, то наверняка за домом следят. И как связь держать будем? Ну как, как? Позвоню тебе. Во. Ну, сначала номер смени. Они первым делом всегда номера на прослушку ставят. Да. Бывай. Маме привет. Прошу. Честно говоря, не ожидал тебя здесь увидеть. Где ж ты столько времени пропадал? А какая разница? И тем не менее, все равно рад. Рад. Значит, снова будем вместе работать, да? Только по разные стороны баррикады. Вы же догадываетесь, зачем я здесь? Ну, в общем, догадываюсь, конечно. Что, господин Соболь? Приобрели очень неплохого специалиста. Поздравляю. Ну, тогда, может быть, перейдем к делу? Ну, я вас слушаю. Так вот, Роман Викторович, я пришел вам предложить отказаться от ваших планов в отношении фирмы Соболя. Так. Ну, я так полагаю, за этим должно последовать слово «иначе». Совершенно верно. Так вот, что касается этого слова «иначе», все вот в этой папке. И что это? Вы посмотрите. Да, кстати, не забывайте, что я очень хорошо информирован о ваших старых аферах. Ну, посмотрим, 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 что там у тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ха. Этот детектив мне нравился, нравился. Только вот автор очень неубедителен. Как насчёт доказательств? А? У вас есть люди, которые дадут показания. Но это касается моего сына, а не меня. То есть судьба вашего сына не является ли у вас аргументом? И можно пожертвовать, если прижмут. Ну, отношения мои с моим сыном, это не ваше дело. Или вы что, пришли обсудить проблемы воспитания? Да ладно, ладно, Роман Викторович, ну что вы, ну вы ставите отцовские чувства в стороне. А вот показания, документы, которые у меня есть, они-то вас коснутся? Это ты по поводу наших старых дел? Ну, конечно. Ну, во-первых, ты сам в них замешан, и тебе тоже не поздоровится. А во-вторых, все подлинники документов по этим делам уничтожены. Уж поверь мне, что я постарался. Ну, подлинники, может быть. А копии-то я сделал. Ой, копии. Ты знаешь, я ведь вот сейчас могу прямо такое количество документов наштамповать, и они будут весьма правдоподобны и убедительны. Только сегодня это не работает. Роман Викторович, ну что мы с вами, как пацаны, какой-то дешевой разборки. Вы же знаете, наше государство, оно медлительное, неторопливое, но он уж не любит, когда его кидают. А? А? Субтитры создавал DimaTorzok Нормально. А ты, как твое здоровье? В порядке. Кажется, выздоровела. Что значит «кажется»? Ты к доктору ходила? Да нет, все в порядке. Просто некоторые говорят, что это невозможно, некоторые удивляются. Все равно придется периодически обследоваться в больнице. Ну, ведь это замечательно. Это ведь замечательно, Лизка. Замечательно, замечательно. Ладно, мы, кажется, с тобой встретились, чтобы поговорить. Так пойдем поговорим. Пойдем. Меня кто-то сдал. Ну, да нет, может, это случайность. Хотя никакая это не случайность. Я знаю, чьих рук это дело. Да подожди, ну, пока милиция найдет, кто точно сбил Лукина, пройдет куча времени. Да и тем более у них никаких доказательств против тебя нет. Ну, кроме твоей машины, да мало ли где ты ее мог поцарапать. В момент там узнать, где я ее ударил, достаточно всего лишь одной экспертизы краски на моем бампере. Пойдем в машину. Ты что будешь? Чай. Зеленый. Всегда. Добрый день. Добрый день. Будь добрый. Чай зеленый. И чашечку кофе. Эспрессо. Хорошо. Спасибо. Ну, знаешь, после того разговора в доме. Плохой был разговор. Да. И тем не менее он был. Да, был. Наверное, ничего исправить уже нельзя. Наверное, ничего исправлять и не надо. Значит, все? Все. Как у вас дела? Как Таня? Все хорошо? А только ты не подумай, я просто спрашиваю. У меня тоже появился человечек. Егерь. Да. Матвей. Ну, видишь, у нас у обоих появился шанс обрести счастье. Те любят. Ты пойми, я не просто так спрашиваю. Нет. Мне не безразлично, с кем будете. Ты, Алишка. Так вот. Я с вами договариваться не собираюсь. Подумайте, Роман Викторович. Вы же опытный человек. Все, все, разговор окончен. Не на того напали. Я сдаваться не намерен. Хотите войны, вы ее получите. Ну, что ж, как знаете. И имей в виду, Матвей. И это я тебе, как говорится, в знак нашей бывшей дружбы говорю. За время твоего отсутствия очень многое изменилось. Очень многое. Ты даже удивишься. Я заметил. Дела стали решаться цивилизованием. Только вот вас почему-то это не коснулось. Наверное, ушло ваше время, Роман Викторович. Ой, юноша, юноша, не говори гоп. Ну, всего хорошего, господа. Надеюсь, обратную дорогу вы найдете. Конечно. Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. 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 Продолжение следует... Ну да ладно. Лиз, главное, главное, что ты поправилась. Да, такое чувство, как будто у тебя выросли крылья, только я пока еще немножко боюсь летать. Лиз, ты помнишь, что если вдруг тебе чего понадобится, помощь, защита, да все что угодно, ты рассчитываешь всегда на меня. Да я это знаю. Еще. Мне все-таки хочется участвовать в воспитании Олежки. Я хочу, чтобы мой сын помнил, кто его отец. Да, конечно. Само собой. Олежка все-таки твой сын. У него так много черточек твоих. Если бы даже весь мир настроился против тебя, он всегда бы тебя любил. Наверное, это единственное, что будет нас с тобой связывать. Привет. Привет. Чего ты опаздываешь? Тебе что, деньги не нужны? По твоим шаловливым глазам вижу, что нужны. Кому же они не нужны-то? Слушай, а ты как-то неважно выглядишь. Случилось что ли чего, а? Не издевайся. Даже сам прекрасно знаешь, что случилось. Откуда я могу знать о твоих проблемах? Слушай, я ведь молчать не буду. И ты тоже не отмажешься. Так что давай не придуривайся. Я молчать не ставлю. Ладно, ты не ори здесь. Я тоже знаю, чем тебе рот заткнуть. И прекрати истерику. Я очень круто, блин. Меня кто-то сдал, ты понимаешь? Мою машину менты забрали. Я так больше не могу. Отдай мне деньги, я исчезну. Ну что ж, с этим действительно пора заканчивать. Где мои деньги? Деньги в кися. Посмотри. Забирай деньги, проваливай, чтобы я тебя никогда не видел. Что-то я не... Что за... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok